Полвека в искусстве. Живопись, графика, скульптура, рисунок и многие другие дисциплины преподают в Щелковской детской художественной школе. Она несколько раз меняла адреса, а вот в 2014-м обрела уже новый родной дом на улице Советской. 50 лет минулось с первых уроков. Немало выпускников связали свою судьбу с живописью, а кто-то с архитектурой. В целом, знания и умения, полученные здесь, несомненно, важны для становления личности маленького человека и дальнейшего профессионального роста. В зале почетные гости. Им есть что сказать и пожелать коллективу столь долгое время трудящемуся на Ниве преподавания искусства живописи. Хочу от имени главы городского пункта Щелкова Владимир Васильевича Бога вас поздравить. Вы по праву являетесь одной из самых лучших художественных школ в Московской области. Это заслуга нашего любимого директора Александра Всеволода и дирогического коллектива. Спасибо вам большое за это. В нашей школе на сегодня обучается более 700 детей. И это здорово. Количество детей в школе растет и растет с каждым годом. Это говорит о чем? О том, что учреждения созданы все необходимые условия для обучения, для воспитания. За это тоже вам большое спасибо. Как признание значимости работы, почетные грамоты от администрации и искренние слова благодарности за труд. За эти годы, за эти полвека художественная школа стала неотъемлемой частью жизни нашего городского округа Щелкова и нашей гордостью. От лица Совета депутатов и себя лично хочу выразить слова благодарности педагогам за их вклад в развитие нашего подрастающего поколения. За духовное, нравственное, эстетическое воспитание нашей молодежи. Я желаю всему коллективу развиваться дальше, получать дальнейшие награды и работать на плавы наших детей. Заинтересовывать их, чтобы им интересно было сюда бежать, рисовать, лепить и так далее. И, может быть, какие-то из них, да, часть детей, они уже есть такие, возвратятся в эту стену и продолжат учить другое настоящую поколение. Самые важные люди – преподаватели, художники. Главное – желание передать новому поколению навыки, привить культуру понимания живописи, практические умения и, конечно, влюбить детей в мир творчества и созидания. Ну, для меня эта школа – всё. Моя жизнь, моя судьба, моя семья. И сегодня я хочу поздравить всех преподавателей, ветеранов педагогического труда, обучающихся, родителей наших выпускников с нашим 50-летним юбилеем. Сегодня, конечно, мы подводим некоторые итоги, но и строим планы на будущее. А, как известно, будущего без прошлого не бывает. Поэтому так важен и ценен опыт, накопленный за эти годы. Опыт, которым делились учителя и продолжают. На юбилей из разных городов приехали бывшие преподаватели. Им было, что вспомнить и о чём рассказать. Элеонора Кондрашова работала в школе 13 лет, преподавала скульптуру и историю искусств. Это особое удовольствие, говорит она, знакомить детей с миром живописи и рисунка. Школа искусства, она даёт ребёнку новую жизнь, можно сказать. Потому что дети начинают видеть мир по-другому. Они добрые, они открытые, они отзывчивые. И вот все свои чувства выражают через свои работы. А это тоже радует людей. То есть они несут в мир радость. Не остались долгу и выпускники. Так уж сложилось, что многие возвращаются в качестве педагогов «Альма-Матер». Когда-то давно маленькой девочкой пришла в эту школу учиться. Мне тогда было 13 лет. Звали меня тогда Казимирова Лена. И спустя какое-то время закончили школу, колледж, институт. И так сложилось с судьбой, что пришла я сюда. Была ещё Людмила Ивановна жива, первая директор, которая меня учила, наставляла. Так с судьбой сложилось, что она меня взяла на работу. Дали мне маленьких деток, 4-5 лет. Для меня это был новый этап, новый опыт, хотя я работала с детьми до этого. Опыт, творчество, коллектив и, конечно, выпускники. Многие из которых связали свою судьбу с художественной сферой. Это ли не главное в таком интересном деле, как обучение живописи? И нет сомнений, что для художественной школы Щёлкова 50 – это новый этап. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.